Ну а тем временем у нас уже в студии появился новый гость, точнее гостья. Доброе утро. Доброе утро. Алла Савочка, координаты кризисного центра для женщин «Крымский дом для мамы». Ну, расскажите, пожалуйста, что это за такой центр, что за дом для мам? Наш кризисный центр для женщин «Крымский дом для мамы» открыт по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря. Инициатором и руководителем проекта является и Рей Дионисий Волков. Наш центр преследует две цели. Первая цель – это профилактика абортов, так как на сегодняшний день по России совершается ежегодно 500 тысяч абортов. То есть это убийство нерожденных 500 тысяч детей. Вторая цель – это отказ от детей. Так как, когда женщина оказывается в сложной жизненной ситуации, в момент кризиса ей сложно принять правильное решение. То есть это может… кризисная ситуация – это какая? Это время, когда очень тяжело. Это потеря работы, это потеря жилья, это может быть пожар, это может быть развод кризисный, это может быть кризисная беременность. То есть наш центр будет помогать таким женщинам, в первую очередь это в крови, во вторую очередь это индивидуальная поддержка в зависимости от ситуации. То есть женщина, которая оказалась в нехорошей ситуации, она может прийти и поджить у вас там, да, вместе с ребенком своим, допустим, или как? Насколько человек рассчитан вообще этот центр? Насколько человек на 6 человек. Это 6 человек мамочек или беременных, или с детками. То есть дополнительно это еще могут быть детки маленькие до 10 лет. И там, правильно я понимаю, и беременные, и как бы с детьми все вместе, да? А могли бы вот сказать, уже начал работу, то есть вот, или сколько там мест уже занято на этот момент? Мы буквально открылись только, дали о себе как бы информацию только в пятницу, поэтому звонки уже поступают, мы ведем беседы. То есть женщинам часто, женщинам очень часто нужно даже как-то амбулаторно помочь. Они спрашивают о восстановлении документов, интересуются, чем мы можем помочь. То есть работа уже ведется, поэтому как бы мы думаем, что все будет хорошо. Психолог есть, с которым можно позвонить, и с которым можно поговорить по телефону? Да, по совместительству я явлюсь практическим психологом. Вот, специализируюсь на таких женщинах, поддерживаю их, и то есть даю индивидуальную консультацию. А сколько человек вот сможет, ну, так скажем, в гостях находиться в этом доме? Ну, в гостях 6-6. Нет, нет, я имею в виду, сколько по времени. То есть там день, два, недели, месяц. В зависимости от ситуации, каждый месяц мы продлеваем договор с подопечной. Если есть динамика, положительная динамика, если мамочка хочет, чтобы ей помогали, хочет обучаться, хочет решать свою проблему самостоятельно, то до 9 месяцев, до года она может у нас проживать. То есть привлекаются еще дополнительные специалисты. Это юристы, это социальные работники, это психологи, как вот вы уже сказали, это волонтеры. Ну, и у вас же, наверное, тоже есть какие-то свои условия содержания для того, чтобы человеку что можно делать, чего нельзя. То есть если ты туда обратилась, в ваш центр, да, какие их правила нужно придерживаться? Ну, это дисциплина, и соблюдать наши правила это в виде дежурства. Что значит дежурство? У нас все-таки крымский дом для мамы, он предполагает дом, да? То есть поддерживать дисциплину, как и дома. Создается уютная домашняя атмосфера, каждый любящий родитель будет приучать своих детей к дисциплине, правильно? И обучать их, не сходя к его ошибкам. То есть не важно, почему так получилось, главное всегда думать, как можно помочь, что нужно делать. Хорошо. Куда обращаться? Вот, допустим, если сейчас какая-то женщина поняла, что она бы хотела оказаться в вашем доме, куда ей обращаться, куда звонить или куда идти? Мы заключили соглашение с Крымским республиканским социальным центром по делам семьи, детей и молодежи. Также городской Симферопольский социальный центр, также мы есть в социальных сетях, это контакты, одноклассники, инстаграм, вот, это на сайте Денисия Волкова, вот, на моем сайте, Савочка Алла. То есть есть информация, контактные телефоны, Крымское информагентство и Крыминфо. Ну, в общем, если просто человек сейчас хочет, допустим, посоветоваться с психологом, то можно найти вас, да, в социальных сетях и написать, допустим, кто-то вот решается, а быть мне или не быть. Да, совершенно верно. И есть уже такие подопечные. Ну, будем надеяться, что вы действительно сможете с ними максимально, ну, помочь наибольшему количеству людей. Ну, а как подбирается, мне интересно, а как подбирается персонал для работы в этом доме, это ведь на социальных благотворительных основах подбирается? Да, это благотворительный проект на пожертвования благотворителей. Как подбирается вы имеете персонал, который будет обучать? Ну, вот, психолог, допустим, еще другой врач, да, 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 как вы... Что так у вас выбирался, то есть, наверняка, конкурс был определённый. Может, кто-то хочет тоже присоединиться и вместе с вами помогать людям, женщинам? Пожалуйста, также контактные телефоны можете звонить, предлагать. Ну, прежде всего, мы подбираем людей с добрым сердцем, скажем, милосердных людей, которые готовы научить, помочь. Не критикуют уж сложно за ошибки, потому что женщины попадают очень часто из неблагополучных семей. Или это девушки детдомовские, которые не умеют, они не приучены к самостоятельности, они не могут самостоятельно ухаживать за собой, соответственно, и за ребёнком. Этому всему мы будем научать. Вот, наше название символизирует именно крымский дом для мамы. Звонков уже много было именно нуждающихся? Каждый день поступают, каждый, может быть, можно сказать, полтора часа. Очень много советуют, спрашивают, интересуются. Наверное, будет определённая приоритетность тех людей, которых нужно принять. Приоритет – это кризисная беременность, это в первую очередь. Либо это девушка с маленьким ребёнком на руках, или с двумя, с тремя детьми, многодетные мамы. Которые некуда деваться. Да, которые остались одинокими. Или они поссорились с родителями, или с мужем, или просто мужчина, от которого женщина забеременела, не готов ещё стать отцом. Такое тоже бывает. То есть, что бы она ни сделала глупостей, мы готовы ей помочь. В России есть аналоги таких домов? Да, в России уже открылось 66 таких православных приютов для женщин, которые оказались в кризисной жизненной ситуации. Ну, приюты православные, но при этом женщины любой национальности могут обратиться, конечно. Да, любой национальности, вероисповедание, да. Это женщины, которые оказались в тяжёлой жизненной ситуации. Спасибо вам большое, спасибо за беседу, что пришли к нам в гости. А я напоминаю, что у нас в гостях была Алла Савочка, координатора кризисного центра для движения «Крымский дом для мамы». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!